Кажется, будто бы слова, произнесенные Бродским, все поэты-еретики, вот уже второй век и художники готовы примерить на себя. Хотя здесь, на выставке вне канона, они скорее подвергаются сомнению. Обращаясь к евангельским или ветхозаветным сюжетам, светский художник обладает свободой выражения. Иными словами, его творчество как раз и свободно от канона. Это и позволяет, рассуждая о сакральном, быть созвучным современности. Пользуясь условными иконографическими рамками, авторы, тем не менее, всегда находятся в поиске новых художественных решений. Мы как бы подхватываем некую тенденцию, но показываем в ней авторов, которые работают и для церкви, в том числе оформляют храмы. Выставка получилась новая, но и была воспринята очень хорошо. Мы получили массу приятных, добрых отзывов, потому что выставка светлая, выставка красивая и интересная. Выставка Московского музейно-выставочного центра РосИЗО включает в себя 60 живописных и скульптурных работ. И единственную инсталляцию – хитроумный ребус города Чехала об этическом выборе. Фигура овцеволка без кожи, напечатанная на 3D-принтере и хромированной дозеркальной поверхности, будто бы думает, кем быть – агнецем или хищником, что выбрать – овечью или волчью шкуру. А зритель, отражая в зеркальной поверхности, примеряет все те же шкурные вопросы на себя. Это очень глубокая тема и, я должна сказать, опасная тема для каждого художника, потому что, когда берется человек за эту тему, дворец берется за эту тему, следуя каким-то социальным заказам, следуя моде, если нет внутреннего содержания у этого дворца, то это видно – работы пустые, пошлые. Здесь как раз на этой выставке отобраны удивительно глубокие авторы, когда есть внутренний контент, который просится на полотно. Скульптура – это икона для улицы, которая может стоять под открытым небом. Так выражает отношение к основной идее своего искусства скульптор Александр Смирнов. И вот уже 20 лет оно, его искусство, посвящено духовной теме. Его скульптура будто бы показывает все те же библейские сюжеты, но с высоты птичьего полета. Александр Смирнов закончил летное училище, а скульптором стал уже в зрелом возрасте. Отдельный зал отдан под Тайную Вечерю. Выглядит это как аскетическое восточное застолье. Полиптех Натальи Нестеровой «Тайная вечеря» – это 12 апостолов, которые сидят, в данном случае висят друг напротив друга. Узнать здесь даже Иуду невозможно, потому как, в отличие от наименной фрески Леонардо да Винчи, все они изображены здесь вне канонов. Во главе незримого стола, как и положено, сидит сам спаситель. Прежде всего, я вижу, что это великолепные художники, это мастера, большие мастера. Они по-своему подают то, что у них на сердце. Я так думаю, что они тоже понимают, чувствуют глубину, не поверхностную, а внутреннюю глубокую глубину космоса. Поход на выставку вне канона – событие отнюдь не развлекательного, а скорее просветительского характера. Но увидеть мэтров современного искусства, которые успешно реализовались в религиозной теме, выпадает нечасто. Экспозиция будет работать до 21 сентября. Мария Ульянова, Алексей Завылов, Объективно, ННТВ. Продолжение следует...